Всем привет, друзья! С вами реальный басист или Real Bassist. Меня зовут Дмитрий. Сегодня я делаю влог. Давно не делал влогов. Отличный повод для этого есть. Я нахожусь в городе Анахайм в пригороде Лос-Анджелеса. Я приехал сюда на Нам Шоу 2018. Пока еще не получил свой бейджик. Вот стою в очереди. Здесь вот такая вот длиной, ну наверное, я не знаю, примерно метров 500 линия. Вот она идет вдоль отеля Hilton и она поворачивает за угол и там еще сколько-то идет. Вот. В общем, буду рассказывать об этой удивительной выставке Нам Шоу 2018. Будет много всего интересного. Погнали! Так, ну что, друзья, бейдж получен. Вот он я с моей фамилией. Все, идем мы теперь на саму выставку. Кстати сказать, что Нам Шоу это такая выставка, в отличие там от музыки Москвы и каких других выставок, сюда невозможно попасть без регистрации. То есть, есть процедура предварительной регистрации. Зарегистрируется ты можешь только через компанию, которая там выставляется или которая представлена на выставке. В общем, это достаточно большой геморрой. Если у вас нет знакомых, ну скажем, там где-то в Мусторге там или еще где-то или в каких-нибудь там других известных компаний, например, в компании Fender там или любой другой, то вы сюда просто не попадете. То есть, нельзя сюда прийти и купить билет. Вот. Такие вот дела. Ну что ж, давайте смотреть. Здесь вот на подходе к Anaheim Convention Center, да, выставочный центр, здесь такие стоят всякие пищевые траки с едой, где можно перекусить. Вот они. Ну и вот уже сцены, вот нам шоу, все дела. Вот уже первая сцена. Grand Plaza Stage, здесь чекаются какие-то музыканты. Здесь каждый день какие-то ивенты, какие-то выступления. Не знаю пока, кто будет выступать, но, в общем, все узнаем. План Корон модель. Они, конечно, очень крупные. Ну, с безладовыми. Ну что ж, все, я внутри. Даже немного растерялся. Надо сейчас взять карту или план этой выставки, чтобы хоть понимать, где что находится и уже понимать, куда надо идти, потому что территория огромная. Так, вот будка с мерчем намовским. Не знаю, купить, не купить маечку. Маечки, кстати, прикольные. По-любому надо что-то купить себе на память. Так, где-то здесь слева должны быть, должна быть карта высадки. Где-то может быть вот здесь. О, вот она карта. Насколько я понимаю, здесь все организовано по секциям. То есть, секция электронных музыкальных инструментов. Там басов, гитар, струн и так далее. Что очень удобно для навигации. В общем, пойдемте походим теперь, посмотрим, что же здесь такое у нас есть. Друзья, впереди идет сам Маркус Миллер. Просто, просто. А он просто идет, вот идет себе, идет. Никто на него даже внимания не обращает. Басовые укулеле. Подписывайтесь на канал, по-любому. Здорово. Если не нужны, то, чтобы проверить маечку. А, как выглядит вот так. Видя? Да, хорошо. О, так бедете. Да. Ребята, сиди. О, так бедете. Тут же нужно сидеть. У меня не подожду. Дверь. Дверь с ним. Вау! Вау, это замечательно! Вау! Много хранилий, да? Да. Вау! Какой назван это модель? Это стрибный автомобиль. Хорошо. Хорошо. Вау! 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 Да. Вау! Вау! Слушайте, ну я в полном восторге от этих бас укулеле, они звучат настолько жирно, конечно в этом шуме услышать полноценный звук тяжело, но звучат они очень жирно и можно в принципе этой басовой укулеле заменить просто бас полноценно, прям полноценно. А вот легендарные басы Риккенбекеры. Красавцы, не правда ли? Очень круто, кстати, сама эта будка, так скажем, оформлена, все так подвешено красиво, неоновые надписи блестят, мигают разными цветами, очень круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А это, вы как догадались, наверное, стенд Ибанеза. Огромное количество различных бас-гитар марки этой фирмы. Красиво тоже оформлен стенд. Все, кстати, можно щупать, вообще все. Просто берешь и играешь. Вполне без проблем, никто на это не будет ругаться. Субтитры делал DimaTorzok Очень интересно им показался вот этот вот лупер. Педаль за 150 долларов, которая идет вместе с футсвичем. Вот сейчас попробую его поковырять при помощи вот здесь продавца-консультанта. А вот стенд компании Warwick. Я сам небольшой фанат басов фирмы Warwick. Они не очень комфортны для меня персонально в плане игры. Но я знаю ребят, например, Лени Максимов, такой басист, который просто фанатеет от Warwick. А вот здесь, смотрите, целая куча всяких маленьких проводков для педалбордов, да, всякие соединения для педалбордов. Короткие, подлиннее. Вот такие сякие с плоскими вот... Упс, уронил. С плоскими штуками для того, чтобы, ну, сэкономить пространство, да, в педалборде. Есть вот такие совсем короткие. Есть вот такие. Вот такие. В общем, все, что ваша душа пожелает. Здесь, кстати, далеко не все вещи продаются. Все, что вот на стендах, в большинстве случаев нельзя купить. Можно только заказать. Я спросил у чувака, я всех спрашиваю, а продается, не продается. Просто любопытно. Со всеми общаюсь. И вот чувак мне подарил этот кабель просто так. Говорит, забирай. Не жалко. Вот так вот. Спасибо. Вот так, друзья, совершенно неожиданно попал на сольный концерт Маркуса Миллера. И это только первый день, и я всего лишь два часа здесь. То ли еще будет. Вот очень интересный стенд в компании Мартин. У меня есть бас-гитара, акустическая фирма Мартин. Это одна из самых крутых фирм по производству акустических инструментов. Давайте посмотрим, что же здесь такого есть интересного. А вот название этого бренда говорит само за себя. Трэвелер, трэвел-гитар, да, путешествия. Портативные гитары для гастролей. Почти дивы, та же она посмотрел. Они два и тела, она тут до сих пор. Кто-то остался это каких-то. Что раз так? Ну да. Выverс corporations, на Trust где-то блокiatра. Кто-то заггал по pikку на минуту называется «Сюди не Демо работает очень хорошо. Актив-экспорт отличный, и это класс. Я не знаю, что я смотрю здесь. Просто много блоков, которые будут очень быстро. Они не знали, как подключить. А вот на стенде MusicMan и Ernie Ball вот такие прикольные тестовые стенды. Можно попробовать несколько педалей, бас-гитару. Всё в комбинации. Вот, очень прикольно. Сейчас этим и займусь. А вот этот стенд компании Aguilar. Очень крутая фирма. Она делает датчики для компании F-Bus и для многих других очень крутых кассовых басов. Также делает комбы и педали. Это такая одна из топовых элитных фирм по производству басового оборудования. Приятный pasды. Аааа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I like this one 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 I like this one